Моего утверждения, что государственные обвинители и их ближайшие родственники являются соучастниками в смысле данного бригомого обвинения, надо установить, покупали ли они в период с 1998 по 2003 год бензин или дизельное топливо, по цене в несколько раз ниже, чем цена при выработке из нефти, проданной по цене Роттердама. То есть, очевидно ли им было, что бензин они покупали гораздо дешевле, чем если бы он вырабатывался не из похищенной, по их мнению, а из купленной по цене Роттердама нефти? И, наконец, желали ли они приобрести нефть, точнее нефтепродукты, по заведомо заниженной в их терминологии цене? Почему я обращаю внимание, во честь, на это, вроде, очевидно, юмористическое и маловажное для меня возбуждение обвинения? Тема, на самом деле, очень серьезная. Президент Медведев, говоря о борьбе с коррупцией, еще необходимо начать с предоставления обществу собственной декларации о доходах и имуществах. Он совершенно точно понимает, что власть не имеет права говорить об одних законах для себя и о других для общества. Власть, начни с себя или не ожидаешь, что общество тебя будет воспринимать всерьез и поддерживать. Если прокуроры, по неведомой мне причине, считают, что законным было покупать и продавать нефть в России в 3-4 раза дороже по цене Ронтердамы, то, значит, законная цена на бензин была 60-80 рублей за литр на заправку. Я так не считаю, но я не прокурор. А им, прежде чем обвинять, надо проверить себя, как они власть, как их родственники покупали бензин. И если заведомо дешевле, значит, надо заходить сюда, в аквариум, и ждать, что решит суд. Заведомо или незаведомо вся страна, законно или незаконно, покупала топливо. Еще раз скажу, данный вопрос маловажный. Мне занижение цен не вменяют. А господин Лахтин для меня ничем не лучше своего наставника Таримова, одним миром мазом. Но для страны принципиально, будет ли власть вслед за президентом применять к себе те же законы, что она, власть, хочет применять к обществу.